Вопросом Олегу. И, Олег, скажи, пожалуйста, у тебя очень большой опыт в сферах, связанные с CPA и маркетингом. Можешь ли ты конкретнее сказать, с какими вертикалями ты сейчас работаешь, с какими источниками трафика? У нас самое основное – это гэмблинг, это казино и покер, это дейтинг. В основном, конечно, больше классические офферы. Ну, адалт тоже есть, но сейчас вот больше стараемся смотреть в сторону вебкама. Даже, скажем так, встретили определенных ребят, которые предложили вернуться в эту вертикаль. И можно сказать, что сейчас эта вертикаль очень сильно растет. И, соответственно, знакомство было, можно сказать, таким пророческим. И приятно, что сейчас есть к кому обратиться, это прямые реклы. И третье наше направление – это товарка. Ну, в товарке там очень широкий набор товаров, которые мы тестируем постоянно. И, в принципе, по рынкам тоже ограничений особо нет. Начинали с Арабских Эмиратов. И в итоге вот уже, скажем так, доходили в некоторых моментах там до Канады и так далее. В том числе у нас были свои… Ну, сейчас уже меньше. Сейчас, получается, раньше торговали через ревьюшники на Амазоне. Вот, ну, потом, после продажи нескольких успешных сайтов, вот, и в связи с тем, что Амазон постоянно комиссии снижает, все-таки, скажем так, переключались в другое направление. А я так понимаю, ты в основном с буржом работаешь, правильно? Да-да, с СНГ практически никогда не работал. Были клиенты на консалтинг из СНГ, там некоторые клиентские проекты. Но это больше такая история исключительно там, наверное, больше моя, то есть чем история команды. А чем ты занимался до того, до арбитража с Фейтбукой и ТикТоком? Ну, дело в том, что я арбитражом, скажем так, из всей своей карьеры арбитражом, наверное, занимаюсь года так, с 2000, сейчас скажу, какого, ну, с 12-го, наверное, где-то 13-го. Вот, а до этого просто у меня как-то получалось параллельно собирать команды свои, либо входить, скажем так, в команды, которые уже были созданы. Вот, параллельно я работал в продуктах, я работал в таких холдингах, как Lucky Labs, это казино, это покер, это холдинг Трионика, это такая ниша, как эссе, написание там диссертаций, научных работ и так далее. Вот, и из таких более, скажем так, известных и ближе арбитражников, это холдинг Купит Паблик, это очень известный холдинг по дейтингу, то есть там очень много у них офферов по дейтингу, вот, поэтому у меня, скажем так, мой прошлый опыт, он очень большой продуктовый, вот, то есть удалось, скажем так, вырасти от обычного арбитражника, и, ну, как бы в то время арбитражником не называли тех, кто занимается BBC-рекламой, но, в принципе, скажем так, учитывая, что мы сливали на свои же офферы, то можно сказать, что это там арбитражник, медиабайер, вот, и потом в итоге дорос до продуктовнера и директора по маркетингу некоторых продуктов. Понятно, хорошо. Олег, вот скажи, пожалуйста, ты себя анонсировал как эксперта по серым нишам. Да. Точнее, ты себя позиционируешь, да, Марина тебя анонсировала. И скажи, пожалуйста, вот вопрос, это так сложилось или есть какая-то причина, почему именно серые ниши, почему не белые? Дело в том, что белые, ну, как-то так получилось, во-первых, что первая серьезная работа, да, вот, скажем так, это вот по дейтингу началась именно вот с серой ниши, да, то есть это раз. А плюс как-то вот всегда было интересно, ну, там, когда там был даже подростком, потом в университете, когда там смотришь на какие-то адалт-сайты, думаешь, блин, ну, вот круто, как-то чуваки, наверное, не просто там, условно говоря, порнуху показывают, да, еще как-то на этом зарабатывают, есть реклама, да, ну, то есть это вот, об этом я начал задумываться еще, наверное, году в 2005-м, то есть как это все монетизируется, как-то все работает, вот, и, ну, как-то к этому, не знаю, то есть это было как-то интересно, то есть какой-то свой поиск адреналина, наверное, вот, то есть какая-то опасность, что это вот вроде запрещенное, это вот хочется... А, да, 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 вот, да, у меня даже сегодня футболочка фирменная, ну, ее сейчас так плохо видно, GTI, на ней такой бандит изображен, так что я люблю такую гангстерскую тему, вот, да, ну, вот как-то само собой так получилось, не знаю, больше в это направление тянуло. Я понял. А скажи, ты еще говорил, что ты занимаешься активно продвижением медицинских товаров, и почему это серая ниша? То есть для меня не очевидно, что это серая ниша. Почему это так? Ну, скажем так, тут очевидно-неочевидно определяет тот источник, через который мы льем, да, то есть, а если говорить про Google и Facebook, то это, ну, скажем так, даже если некоторые товары в Facebook и в Google не запрещены, да, к отливу, то в любом случае, скажем так, эти две корпорации смотрят на эти товары с опаской. Вот, и казалось бы, ну, что плохого в Viagra, да, то есть обычные таблетки, ну, продаются в аптеке, да, то есть почему они не могут крутиться в Facebook там или в Google, но, тем не менее, это считается серая ниша, то есть, вот, я сам никак этого не пойму, но вот так вот сложилось, к сожалению, да. Правильно ли я понимаю, что продвижение медицинских товаров, это имеется в виду нутро? Уставы, похудалки, потенции? Да, 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 бады в том числе, да, то есть, вот. Понятно. Понятно. А скажи, а у тебя никогда не было каких-то угрызений совести из-за того, что занимаешься именно серыми нишами? То есть, ты сказал, да, что увлекала, да, какая-то гангстерская тема, ну, наверное, да, доходов больше, да, в этих нишах. Не было ли у тебя угрызений совести? Дело в том, что я никогда не делал такого чего-то, ну, скажем так, есть определенный порог, да, есть определенная, ну, скажем так, грань морали, через которую я не переступал. То есть, мы никогда не продавали то, что может навредить. В конце концов, учитывая, что мы много лили, допустим, на то же казино, на легальные казино, да, то есть, допустим, те, кто отливают на Британию, прекрасно знают, что у них там есть даже своя программа официальная, да, то есть от их, скажем так, правительства, которое вот подразумевает лечение лудоманов и так далее. Да, то есть, и что, условно говоря, к этому относятся очень серьезно. И, ну, соответственно, люди, приходя на эти сайты в бурже, они это делают сознательно, зная, какие это последствия несет. Вот, поэтому, ну, всегда, скажем так, исходили из этой точки зрения, касательно казино. Касательно дейтинга, ну, опять же, я никогда не работал с дейтингом, который, допустим, кидает людей или который, скажем так, на котором, ну, сайты, на которых сидят там какие-то фейковые, скажем так, мужики. Или женщины, да, в зависимости от того, какое направление дейтинга. Вот, поэтому, ну, мне ни за что, скажем так, ну, ни за что не стыдно, потому что, скажем так, то, что мы предлагали, это, скорее, выбор того клиента, с которым мы работали. Слушай, расскажи побольше о своей команде, в которой ты работаешь, про Traffic Masters, и что это за команда, чем конкретнее занимаетесь. Вот, собственно, то, относительно чего, у нас сейчас могут пойти вопросы, расскажи про это побольше. Помимо меня, ребята вообще в основном все не публичные, мы работаем где-то уже лет пять, но до этого дружим очень давно, то есть все из разных сфер, есть два программиста, один сидит в Москве, по-моему, если я не ошибаюсь, сейчас он, по-моему, должен был переехать, вот мы так просто не следим особо за личной жизнью друг друга, вот, а второй сидит, по-моему, где-то в Орле. Вот, два SEO-шника, оба работают в Европе, это, получается, Испания и Рига, я, как, скажем так, ресерчер здесь, в Киеве, нахожусь, вот, и у нас еще, получается, помимо, вот, скажем так, меня еще есть два арбитражника, вот, тоже в Киеве сидят ребята. Вот, ну, то есть команда вся удаленная, вот, а, в принципе, это позволяет, скажем так, мне гибко работать еще с другими проектами, вот, на стороне, и, соответственно, то есть у нас все, ну, на нас, скажем так, вот этот момент, что, типа, надо сидеть дома карантин, но никак не повлиял, потому что уже пять лет, в принципе, в таком режиме общаемся, работаем, вот, и все в порядке. Понятно. Прежде чем я задам следующий вопрос, я хочу напомнить о том, что сегодня у нас состоится розыгрыш лицензии на три месяца от Spice-сервиса AdvancedX, и, помимо этого, вы можете задавать свои вопросы Олегу или Traffic Light в комментариях в YouTube, и, насколько я помню, у нас как раз с прошлого эфира были вопросы про Facebook от Миши Мишкина, я вот тут вижу его в комментариях, поэтому не стесняйтесь, задавайте, на все ответим про Facebook, про TikTok, про Google, в общем, про то, что вам будет интересно, как раз точные вопросы от опытных арбитражников. И мой следующий вопрос, так, не потерялась, потерялась, да. В команде ты занимаешься Research and Development и новых подходов и источников трафика. Расскажи подробнее, чем отличается это от простой работы арбитражника, и что самое главное ты даешь своей команде своей работой? Чем это отличается? Ну, то есть, как бы, я, скажем так, сливаю, но, то есть, у меня, моя задача какая? Найти какую-то новую интересную нишу, или, допустим, если мы были на какой-то конфе, и, допустим, набрали там несколько визиток, или на нас там кто-то вышел, нас порекомендовал, взять этот оффер, протестировать его, да, то есть, слить определенное количество денег, слить определенное количество лидов, там, депозитов, в зависимости от того, что мы отливаем, какой оффер, вот, и удостовериться в том, можно это масштабировать или нет. Если это нельзя масштабировать, естественно, мы это отбрасываем. Плюс, помимо тестирования офферов и тестирования ниш, это просто, скажем так, более широкий анализ рынка для того, чтобы понимать подходы к сливу. То есть, условно говоря, если это, допустим, там, ниша, к примеру, там, казино в Словении, да, то надо понимать какая-то специфика именно вот этих людей, то есть, их менталитет и так далее, в зависимости от этого исходить, да, то есть, это и экономическое исследование, то есть, что, допустим, на что, скажем так, словенцы больше всего тратят денег, да, то есть, там, кто у них главный игрок, типа там, женщины или мужчины, потому что очень часто, допустим, ну, в многих исследованиях по казино указывается, что женщины не играют, оказывается, что играют. В той же Австралии, допустим, женщины довольно неплохо играют в казино. Вот так вот. Спасибо. Слушай, ну, вот из твоего ответа я понял, что ты, получается, в роли тимлида, как будто бы, да, для тех арбитражников, которые в команде есть, кроме тебя. То есть, обычно же тимлид занимается тем, что ищет связки, и потом эти связки диригирует своим медиабайром. Получается, у тебя примерно такая же роль, ну, за исключением каких-то исследовательских функций, да? Да, абсолютно правильно, да, но, как бы, я это как-то особо там не выделяю в такой градации именно горизонтального роста, да, то есть, там, что джун, там, мидл, там, сеньор и там тимлид. Нет, то есть, ну, скажем так, просто есть определенное у каждого направления, что он делает и чем он занимается, соответственно, мое направление вот такое. Я понял. И, слушай, вот в этом, в этой связи такой вопрос, как у вас доходы распределяются в команде, то есть, там, вы сидите на процент, то есть, у всех разный процент или как-то там фиксирует? Да, 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 у всех разный процент, то есть, как бы, ставки нет, потому что, по сути, у нас, как бы, все, ну, каждый из сотрудников, это, получается, партнер, то есть, те люди, которые приходят к нам новые, они приходят на ставку и потом процент, вот. То есть, ну, они уже идут, как нанятые сотрудники, все остальное, это, получается, это уже непосредственно партнеры, между которыми разделены доли. Просто кто-то начинал раньше, кто-то там присоединился позже. В зависимости, ну, и плюс, опять же, здесь играет роль еще от того, кто сколько денег вкладывает в оборотку, то есть, вот так вот. Слушай, тут вопрос в комментариях будет просто как раз в тему, спрашивает Фархад, а сколько рядов дейли, давай вот разделим вопрос, сколько рядов дейли делает ваша команда вместе взятая, да, сколько отдельно ты, в среднем? Ну, мы, дело в том, что у нас идет так, как есть, ну, в зависимости от оффера, да, то есть, есть определенная капа, и она очень сильно разнится. То есть, вообще, то есть, получается, в зависимости от оффера, ну, суммарно, если брать по всем, где-то 600-800, то есть, если вот так вот суммарно брать. Но дело в том, что у нас не так и много арбитражников, то есть, у нас по факту получается три арбитражника, да, то есть, и, скажем так, мы гонимся больше за качеством, чем за какими-то мега объемами. То есть, когда нужно, допустим, мы можем со стороны нанять, условно говоря, фрилансера, да, которому предложим определенные условия, если он свободен, ну, там, кто-то из людей, кого мы лично знаем и которому мы готовы, допустим, там, довериться и дать определенную капу на отлив. Допустим, там, 50 лидов надо слить, там, или 50 депозитов. Мы, соответственно, ему даем, он сливает, получает свое, если ему интересно, он продолжает с нами работать. Вот. То есть, как бы, ну, наши двери всегда открыты для хороших арбитражников, и если, скажем так, кто-то хочет с нами посотрудничать, без проблем. А как они это могут сделать? Ну, можно у меня в Телеграме найти, вот, я не знаю, как сейчас, наверное, да, написать. У тебя, в принципе, мой Телеграм есть, можешь написать в чат, вот. Я думаю, в комментариях выложим. Да, 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 в комментариях, да, просто выложить. Да. Скажи, ты сказал, что ваша работа построена так, что у тебя есть возможность заниматься какими-то другими проектами, кроме работы в Traffic Masters, да? И есть ли у тебя какой-то доход, кроме арбитража? Ну, основной, получается, это SEO-шные сайты, вот то, что я рассказывал там под Amazon, и в других там нишах, тоже в том же дейтинге и так далее. То есть, как бы, так как еще прошлое SEO-шника меня не покидает, вот, и постоянно, скажем так, эта сфера развивается, и мне в ней интересно развиваться самому, то есть, как бы, сайты, которые я тоже поддерживаю, скажем так, на пассивном доходе. Плюс это консалтинг, то есть, я консалтчу людей по беттингу, вот, была последняя консультация, ребята, которые украинцы переехали из Киева в Ригу, вот, там, получается, под ЮКа беттинг проект, конечно, не лучшее время у них произошло для переезда и вообще для, в принципе, ниши беттинга, но, вот, они были последние, кого я консалтил. Все остальных в основном я консалтчу по дейтингу. И, можно сказать, в долях сколько у тебя приносит именно арбитраж, сколько другая работа в виде консалтинга и SEO-сайтов? Ну, арбитраж приносит 60%, все остальное 40%. Хорошо. А в абсолютных значениях можешь поделиться, в среднем, сколько? К сожалению. Я понял. Скажем так, не хотелось, да, в нашей нише лучше такими подробностями не привлекать внимание. Ну да, справедливо. Но попробовать тоже стоило обязательно. Обязательно, да. Я просто пытаюсь спрашивать это в каждом стриме, пока что все отказываются, но... Леш, тебе тогда надо интонация. Сколько ты зарабатываешь денег? Да-да-да. Ну, я стараюсь, пока не получается так. Есть куда расти. Скажи, почувствовал ли ты на своей работе влияние пандемии? Сначала нет, но, в принципе, скажем так, у нас люди очень массово начинают паниковать, поэтому, естественно, это на нас прежде всего откладывает, скажем так. Ну, было несколько таких определенных волн, я бы назвал. Первая волна была по дейтингу, лично вот мы на себе ощутили, что, скажем так, была просадка, вот, потом была просадка по казино, вот, но потом постепенно начала выравниваться. Но дело в том, что у нас случилась такая ситуация, что мы меняли некоторые офферы. Поэтому, скажем так, может быть, это было не только потому, что была проблема именно с самой пандемией, а, может быть, это была проблема и с непосредственно офферами. То есть, по определенным гео просто люди, к примеру, начали раньше чувствовать проблемы, да, то есть ограничения и карантин, и, соответственно, скажем так, это могло быть связано. Ну, я, по крайней мере, так это вижу. То есть, если в начале у вас была просадка, то сейчас вы вернулись на прежние объемы, да? Ну, сейчас где-то уровень просел процентов на 50, то есть мы бюджеты порезали капитально, да, то есть вот. И даже по TikTok мы где-то сейчас вот на минималке, то есть оставили для того, чтобы просто у нас договор с нашими партнерами, мы не можем откручивать меньше определенного количества. По бюджету. Вот. Почему? Потому что они отвечают тем самым перед TikTok. То есть, как бы, у TikTok политика очень довольно, скажем так, простая. Максимально срубить сейчас денег на всех брендах, да, то есть, как бы, и поэтому, если кто-то, допустим, не может сливать в определенных объемах или по бюджету, да, то есть, ну, больше всего, конечно, их деньги интересуют. Лиды – это, скажем так, часть вторая. То, соответственно, тебя могут просто отключить. Понятно. Слушай, я немножко вернусь к вопросу про тому, сколько лидов интересует. Вот Ридик, Ридик задал вопрос, а сколько на нутру именно вы сливаете в день? А на нутру мы сейчас не льем. То есть, сейчас пока, ну, не вижу то, на что можно было бы сливать. Ну, скажем так, даже до сегодняшнего дня, да, то есть, как бы, есть офферы, которые анализируем, но пока вот что-то вот не цепляет, ну, неинтересно. Вот даже сегодня попался на глаза интересный оффер, но он как бы не оффер, это вот какие-то знакомые запустили в Фейсбуке. Получается, аэрозоль, то есть, называется Tesla Secret. В чем суть? Это кислород в баллоне с примесями эфирных масел. Он якобы помогает, там, улучшать мышление, память, там, и так далее. Да, то есть, ну, по сути, можно сказать, порожняк, да, то есть, ни о чем. Ну, вот они его продают по 15 евро. То есть, и у них уже вот готов сайт на 5 языков, лицензия, исследования, то есть, в принципе, все серьезно. И вот, ну, такое я бы попробовал. Ну, все остальное, как-то вот, не знаю, уже такие какие-то заезженные темы, там, та же похудайка или бады какие-то, что как-то вот, ну, не цепляет. То есть, хотелось бы что-то интересное попробовать. Понятно. Вопрос технического плана. Многих волнует, но я знаю, многие решили уже эту проблему. Как вы решаете вопрос Risk Payment, ПБ? Мы решаем таким образом. Пока работает схема, которую, скажем так, подсказали ребята, да, то есть, это, получается, добавление карты через PayPal. Мы работаем пока так. Но есть решение, допустим, если не хватает там, условно говоря, скажем так, ну, второй вариант, который я видел, который я пробовал, это, получается, JavaScript, который, скажем так, ребята на CPI RIP светанули. Вот, это не наше решение, это вот какие-то арбитражники тоже, вот, скажем так, предложили этот вариант. Мы попробовали, у нас все получилось. Его можно найти, это решение на CPI RIP, на сайте, вот, там, статья, все прекрасно описано. Короче, главное не протупить, нормально все сделать, как там написано. Ты не помнишь, как называется статья, что ребята могли написать? Можно так и нагуглить, Risk Payment и CPI RIP. Прямо, да, оно находится моментально. Понял, спасибо. Олег, многим ты известен как арбитражник, работающий с TikTok, и, в принципе, про это уже появились вопросы в комментариях. Так, скажи, расскажи побольше про этот источник, например, насколько перспективным ты его считаешь, или вот как у нас был вопрос в комментарии, сейчас я его найду. Леш, может быть, ты помнишь? Я не видел. Что ты льешь с TikTok и какие гео? Значит, с TikTok я лью дейтинг, вот, товарку, к сожалению, попробовать еще пока что не получилось, но могу, скажем так, обозначить и рассказать немножко про товарку, которую отливали наши партнерки, точнее, наши партнеры. Это в основном одежда, это в основном, ну, скажем так, либо какие-то писька-кремы, вот, такое называется из крайности в крайность. Вот, одежда идет хорошо, особенно если это какие-то там, условно говоря, более-менее белые магазины. А те ребята, которые сливают там такое более черное, как там, допустим, там, писька-кремы, ну, скажем так, мне эта ниша, скажем, я от нее далек, да, то есть я ее не сливал, поэтому ничего не могу сказать, но они говорят, что у них прям вот именно Азия в TikTok по этой вертикали идет просто вот на ура. Не знаю, как сейчас, это был, ну, разговор месяц назад, сейчас я думаю, что все просело, хотя я, ну, не могу сказать, скажем так, не берусь судить, не берусь анализировать. Вот. У нас по дейтингу, в принципе, очень классно все шло, белые классические офферы, да, то есть это обычное знакомство. Мы там тестировали два оффера, один оффер от партнерки Top Offers, это, сейчас скажу, это классический дейтинг во Вьетнаме и в Таиланде. И второй оффер, это там от другой партнерки, там уже вот именно Адалт, но по Адалту у нас не пошло, поэтому всем рекомендую, если кто-то вот заливает через TikTok, то все-таки офферы какие-то более-менее белые брать. А в плане перспективности? В плане перспективности, дело в том, что сейчас, сейчас идет очень большая просадка по TikTok в связи с просто вот обычным, скажем так, пандемией, экономическим кризисом, да, то есть только поэтому. И, скажем, по тем данным, которые я располагаю, да, то есть это не только у нас, но и у больших брендов. Вот, допустим, очень многие магазины наших партнеров просто посрезали бюджеты где-то процентов на 80, вот, и мне кажется, что ситуация исправится только с прохождением, скажем так, именно вот этой вот паники, когда немножко пандемия угаснет. Вот, пока что все будет именно вот, ну, по нашим нишам, по тем, с которыми мы работаем, все, я думаю, вот так и будет, то есть надо ждать просто, ну, немножко переждать период. По остальным нишам в основном сейчас в TikTok рулят белые бренды, то есть какие-то Pepsi, Cola там и так далее, то есть вот они сейчас очень тратят много денег для того, чтобы поддерживать лояльность, вот, но там немножко другая стратегия, и, скажем так, это не особо интересно арбитражникам, вот, но вообще инструмент очень классный, я его очень люблю за его машинное обучение, очень классно делать креативы, очень классно делать в нем видосы, то есть, ну, для арбитражников все продумано просто, и компания запускается в течение, там, пяти минут, то есть даже, наверное, быстрее, чем на Фейсбуке. Я вот немножко, я сейчас принюсь в ваш разговор, вот, я если переформулирую вопрос немного, допустим, я работаю с ФБ, у меня получается хорошо, да, неплохие объемы, но я устал от вечного гемора, да, стоит ли мне переходить в TikTok или все-таки ФБ, ну, на более перспективный источник, даже с учетом вот этого гемора из-за банок и так далее? Дело в том, что, скажем так, гемор из Фейсбука не уйдет, он скорее даже, наверное, просто трансформируется, да, то есть появятся другие проблемы у арбитражников и так далее, допустим, как сейчас проблемы с тем, что сейчас вылетают все приложения, да, то есть все веб-вью приложения, которые хорошо работали, хорошо себя показывали на казино, вот, я об этом чуть позже расскажу. Попробовать точно стоит, то есть, но скажу так, то есть в TikTok есть целая куча подводных камней, первый подводный камень, да, то есть тяжело зарегистрировать, там рекламный аккаунт, то есть если ты хочешь лить сам или хочешь попробовать, в принципе, это сделать можно довольно быстро, но это регистрация только через три страны, это Индия, это Малайзия и это Вьетнам. Ты, если регистрируешься через эти страны, ты получаешь возможность отливать самостоятельно, но в чем прикол, через такие, через такой вариант не проходят очень многие там чернушные или там слегка серые офферы. Для того, чтобы тебе отливать в больших объемах, на большие масштабы, тебе нужно либо найти партнеров TikTok, которые могут тебе выдать рекламный кабинет и согласовать твою компанию, твой оффер в главном офисе TikTok. Я не знаю, к какому региону относится Украина, да, то есть как бы и потому, что мы льем на бурж, там или Россия. Ну, в России я знаю, что есть свой, скажем так, уже офис, по-моему, в Москве TikTok, насколько я знаю, вот, то есть Россия курируется отдельно, вот, и для того, чтобы лить на ту же Россию, да, то есть тоже нужно искать таких партнеров. Многие льют через, либо через Яндекс.Директ на Россию, либо забыл рекламная платформа какая-то еще одна, которая контекстной рекламой занимается. Ну, неважно, я думаю, все поняли, о чем я. То есть можно через них получить рекламный кабинет, но это не то, то есть это дорого, это, скажем так, и бесполезно. Поэтому лучше вот искать таких партнеров, которых нам, к счастью, удалось найти и сливать. А как вам удалось, вот, если мне нужно найти партнера, где мне искать? В чатах по TikTok. В чатах по TikTok, да, то есть вот, но дело в том, что, говорю сразу, то есть минимальный отлив, то есть который ждут от вас эти партнеры, да, то есть это вы за три месяца должны выйти на минимальный объем 10 тысяч долларов. Это минималка. 10 тысяч долларов в месяц. Да. Поэтому, ну, выйти можно, но опять же, то есть если вы, допустим, там какой-то вебмастер или какой-то арбитражник, который, ну, скажем так, одиночка, то я думаю, ну, навряд ли будет интересно тратить такие суммы на тест этого канала. Можно просто зарегистрировать себе кабинет, посмотреть, что, как работает, посмотреть, как загружаются креативы, вообще все, да, то есть, а потом уже сделать какие-то небольшие тесты и посмотреть, готов ли ты к масштабам или нет. То есть, если не готов, тогда, ну, нет смысла, но вообще все очень перспективно. Ну, то есть, если я работаю один или в команде, но объемы небольшие, имеет смысл зарегистрировать рекламный аккаунт собственный, да, через те три страны, которые ты назвал, попробовать отрить на какие-то белые темы, да, если у нас что-то зацепится, если мы увидим перспективу, то тогда уже имеет смысл искать партнеров, потому что там нужны большие объемы. Да, совершенно верно, да. И потом уже после того, как ты, ну, есть понимание механики, что, как работает, что, зачем делать, уже находим партнеров, через них пропихиваем какой-то полусерый оффер, там, к примеру, тот же дейтинг классический или там какая-то там товарка, более-менее такая лицензионная, условно говоря. Вот, ну, и пробуем, блядь. Но, опять же, тут надо четко понимать, что это за платформа, да, то есть, и будут ли интересны вообще офферы, скажем так, тем людям, которые там сидят. Потому что, допустим, молодежное знакомство, да, то есть, какое-то белое по типу Тиндера, там, оно здесь зайдет сто процентов. Или какая-то, к примеру, полугэмблинговая игрушка, там, анимешка, да, то есть, там, с эротикой, там, с такой легкой, она, в принципе, может зайти. Но все остальное, ну, не факт. Поэтому надо четко понимать, что, во что ты, скажем так, влазишь. Слушай, а тут еще Саша Чернявский спрашивает в комментариях в эту тему. Пробовал ли ты лить гэмблу с ТикТока? Гэмблу не пробовал. Почему? Потому что пообщался с людьми, которые пробовали, сказали, что ничего не получилось. Я почему-то, вот, опять же, решил к этому вопросу подойти исключительно из позиции здравомыслия, да, то есть, что кому там гэмблу продавать, да, то есть, как я сказал, то есть, одно дело попробовать какую-то такую вот игру, больше похожую на гэмблу, другое дело чистую гэмблу, там, какое-то казино, то есть, ну, скажем так, не особо, я думаю, это там зайдет. Но можете попробовать, я с удовольствием послушаю какие-то кейсы. Для нас все-таки под гэмблу остается два самых главных канала, это, получается, Facebook, это SEO и это Retention. Ну, как бы, Retention не канал, да, ну, скажем так, нормальный возврат пользователя, то есть, это мы тоже считаем и учитываем и выстраиваем. Слушай, а вообще, если вот проводить некую параллель между TikTok и Instagram, в чем основное отличие креативов для этих двух площадок? Ну, я бы назвал, наверное, такое, какое-то нужно больше безумие, да, то есть, если в Instagram более уже взрослая аудитория, которая, скажем так, первый раз установила этот Instagram, когда им было 16, а сейчас им там 24, да, там, и они с этим каналом взрослели, да, то есть, естественно, они уже там накушались всего. Их надо чем-то, скажем так, если удивлять, то чем-то таким вот серьезным. То TikTok, даже, скажем так, если откручиваешь на людей от 18 лет, да, то есть, они туда пришли за вот этой общей атмосферой TikTok, да, то есть, повалять дурака, то есть, соответственно, креативы нужно соответственно подбирать, да, то есть, вот, скажем так, побольше веселья, побольше каких-то ярких красок. Ну, или наоборот, действовать от обратного, чтобы, когда какой-то там TikTok листает ленту, чтобы твой креатив максимально контрастировал с тем, что есть и в этом TikTok. Вот, ну, можно даже просто в зависимости от гео взять под разными IP определенной страны, заходить, посмотреть, чем, скажем так, интересуются люди в данном регионе. Ну, и вот посмотреть, какая там реклама есть, то есть, сделать такой небольшой анализ самой рекламы, да, самих креативов, ну, и в зависимости от этого уже действовать. Спасибо, Канелан. Олег, а скажи, пожалуйста, ты рассказал, что у тебя на стороне есть такой заработок в виде консультирования арбитражников и их команд. Не только арбитражников, это в том числе, ну, просто у меня одна из таких самых прокачанных, скажем так, один из прокачанных скиллов, это ретеншн, да, то есть это вот то, в чем я консультирую казино, то, в чем я консультирую другие продукты, вот. То есть, я им рассказываю, как это правильно построить, как это правильно считать, вот. То есть, тут не только арбитражные вопросы. Ну, и вот у меня такой вопрос вытекающий, а может быть, ты занимаешься обучением арбитражников? Обучением занимаюсь только, ну, то есть мы занимаемся обучением, да, и самообучением в рамках нашей команды, вот, или занимался обучением в рамках тех команд, с которыми я работал, вот. Но так, то есть, это, я очень такой, как это, скажем, нетерпеливый человек, вот, и мне сложно кого-то обучать. Хотя мне говорят, что у меня хорошо получается. Понятно. Может быть, тогда ты можешь посредствовать какие-то курсы по арбитражу, может, которые сам проходил, неважно, в СНГ, в бурже, любые можно на английском языке. Ну, так как сейчас, да, все, скажем так, можно проходить онлайн, есть очень такой классный специалист, мой товарищ, его зовут Мирослав Лясковец, но он тоже арбитражник, очень часто выступает на многих конференциях, у него есть свой классный курс, и он офигенный просто преподаватель. Я у него курсы не проходил, но так как я с ним дружу и так как я знаю тех людей, которые у него учились, и они о нем просто великолепного мнения. Единственное, что сразу скажу, что тот, кто, допустим, хочет работать с казино и идет к Мирославу учиться, то немножко, скажем так, снимите свои ожидания, потому что Мирослав больше работает с инфобизом, работает с товаркой и с финансовой сферой, по-моему, он работал. То есть он даже несколько лет назад говорил, что типа я серые темы не преподаю, но у него вот именно арбитраж других ниш, скажем так, те, которые более-менее проходят в Фейсбуке, у него отлично получается. Мирослав Лясковец, его можно легко найти. Курс я, к сожалению, не помню, как он называется. Я сейчас, если сейчас подождете, я сейчас быстро... А источник, ты сказал, Фейсбук, да, у него? Да, Фейсбук, да. Фейсбук, Инстаграм. Вот. И второй курс. По отзывам я слышал, что некоторые мои ребята-арбитражники покупали этот курс, ну, просто даже для своих сотрудников, да, то есть это вот руководители команд, но они брали для своих сотрудников курс. Это курс, по-моему, те же ребята, которые выпускали вот эту клаку Айм Кло. Айм Групп, да. Да, да. Вот они вот, их курс там... И даже был скандал, я слышал, что у них там какой-то чудак украл там этот курс и пытался его как-то перепродавать. Ну, то есть о чем это говорит? О том, что курс стоящий. Да, на самом деле там регулярно такие истории проходят. Просто у нас две недели, да, назад Марин был? Да, у нас был первый стрим. И он рассказывал, что это периодически случается. Ну, как бы, да, это, наверное, показатель качества. Да, но дело в том, что такое, скажем так, воровство, конечно, кому-то, наверное, на руку, но, учитывая, что информация меняется, а если ты, допустим, все равно не научился правильно мыслить как арбитражник, то тебя этот курс не спасет. То есть тут главное мышление. Да, это точно. И прежде чем мы перейдем к заключительным вопросам основной части и к вопросам из наших комментариев, я хочу напомнить, что сегодня у нас будет розыгрыш, розыгрыш лицензии от наших партнеров. Это компания Advanced, это сервис аналитики рекламы в тизерных сетях, а также информационным партнером нашего сегодняшнего выпуска является проект Цифа-Мафия, за что им тоже спасибо. Да, Матя, я дополню, всего 11 человек оставили заявку на участие в розыгрыше. Да, то есть... Очень высокие, ребят, если вы хотите, да, поучаствовать, оставляйте, ссылка есть в ВКонтакте, в Телеграме, нужно перейти по ссылочке, оставить свой Телеграм и поучаствовать в розыгрыше, потому что через минут пять, наверное, да, мы этот розыгрыш проведем. Да. Я, кстати, от себя добавлю, что действительно очень крутая, на самом деле, крутой туз вот этот. Почему? Потому что еще, наверное, лет шесть назад, когда он там только появился, даже, наверное, чуть больше, то есть я вот его попробовал, и действительно он классно работает. То есть, ну, я рекомендую. Так что, ребята, подписывайтесь на розыгрыш. Саша, да, мы тебя ждем, давай, оставляй Телегу свою, и через пару минут уже проведем розыгрыш. Да, пока у нас вопрос. Слушай, Олег, вот есть разные категории арбитражников. Есть те, кто зарабатывает по 20-30 тысяч рублей в месяц, и есть те, кто зарабатывает намного больше. И на твой взгляд, почему одних получается, у других нет? Вот в чем их основное различие? Ну, есть люди, которых, скажем так, данная ситуация устраивает. То есть, они сидят на определенном своем таком финансовом пороге, и у них нет амбиции двигаться выше. То есть, они, ну, скажем так, есть такое понятие, как финансовое ограничение. То есть, много об этом сейчас говорят, что вот, условно говоря, у тебя есть определенный порог, и ты выше его прыгнуть не можешь. Мне кажется, это одна из причин. То есть, они не видят для себя вот какой-то перспективы расти выше. Вторая причина – это, что рано или поздно многие арбитражники уходят в продуктовую часть. Тот же там Рафаэль Гамбитов и так далее. То есть, люди, которые помимо арбитража придумывают, скажем так, какие-то сервисы, и становятся уже продуктовой компанией. Вот это очень крутой и правильный путь. То есть, почему? Потому что, даже если у тебя в арбитраже что-то может не получаться, а сервис будет классно развиваться, то у тебя сто процентов, ну, как минимум, есть определенная уверенность, что ты будешь сыт, и там твои сотрудники будут довольны. Вот. Это, ну, а многие специалисты просто не имеют, как минимум, технического образования для того, чтобы эти сервисы реализовать. И третий момент – это то, что у многих отсутствует предпринимательское чутье. То есть, скажем так, человек научился что-то, да, то есть, в рамках своей компетенции, а дальше идти не может, потому что вот не хватает вот этого чутья. Что надо учить, в какую сторону развиваться, да, то есть, может, где-то там мешает, скажем так, некая интроверсивность, да, то есть, многие же ходят по конференциям и общаются только с теми, кого знают, вместо того, чтобы подойти, познакомиться там с новыми людьми там и так далее. То есть, я, ну, 90% информации получаю через свое окружение, которое мне что-то подсказывает, где-то что я, кого-то я сам спрашиваю, и, соответственно, понимаю, в каком направлении можно двигаться. То есть, ну, вот, очень важно вот общаться с правильными людьми. Вот. Ну, наверное, вот все основные причины, мне кажется. Хорошо. Тогда, я думаю, что можно задать наш мини-блипт и будем задавать вопросы с комментариев. Итак, арбитраж или программирование? Программирование. Фейсбук или Тик-Ток? Фейсбук. Бурж или СНГ? Бурж. Марвел или DC? DC. Отлично. Работа в команде или соло? Работа в команде. Большой доход в серых нишах или небольшой, но, как бы, честный доход в регальных нишах? Серая ниша. Серая ниша. Отлично. Блиц пройден, и у нас опубликована в комментариях ссылка для розыгрыша, а пока пойдем-пойдем смотреть те вопросы, которые нам задавали наши участники. Так. Тут ребята обсуждают что-то активно. Вопрос от Миши Мишкина, и я надеюсь, что в этот раз мы на него все-таки ответим, потому что он его третий раз уже задает. Стоит ли обращать внимание на приблизительные показатели по конверсиям при настройке группы объявлений в Фейсбуке? Ну, конечно. Опять же, вопрос не совсем, наверное, полный. То есть непонятно, какая картина. Запущена в компании одна группа объявлений или несколько групп объявлений? То есть очень многое зависит от стратегии, как ты запускаешься. Я, допустим, огромный поклонник оптимизатора бюджета, да, ЦБО. Он же ЦБО. И я люблю тестировать, допустим, по два, по две группы объявлений с оптимизатором бюджета. Соответственно, для меня это, естественно, тогда будет важный показатель. Я всегда смотрю на конверсию в любом случае. То есть это одно из самых главных вещей вообще. И вообще всем рекомендую, скажем так, но у меня это уже очень, скажем так, давняя практика. То есть я всегда себе делаю выгрузки и формирую воронку. Причем у меня идет отчетность. Я делаю отчетность себе, допустим, если я компанию запустил утром, я смотрю обязательно в обед и смотрю вечером. И, соответственно, как бы уже к вечеру можно иметь какие-то результаты и сразу же понять, как менять ситуацию. То есть, ну, тут нет такого, чем хорош арбитраж, что он очень гибкий и очень мобильный. То есть ты очень быстро получаешь результат или не получаешь. И, соответственно, как бы в зависимости от этого понимаешь, что тебе делать дальше. То есть тут нет такого, как в обычной рекламе запустил и через три дня только там какие-то результаты смотришь. Нет, то есть, ну, надо все контролировать максимально. Еще один вопрос от Миши Мишкина. Если лить с двух аккаунтов, я могу два пикселя на сайт ставить? И если да, то не будут ли они конфликтовать и сбивать друг друга? Ставить, ну, чисто теоретически ставить можно. То есть вопрос в другом, что если, допустим, одна компания какая-то, условно говоря, зашкварная, а вторая нет, то таким образом все, ну, ты быстрее, скажем так, похоронишь свои аккаунты. То есть я бы запускал бы, наверное, все-таки через Google Tag Manager, да, то есть я постоим обычно пользуюсь, а через Tag Manager просто делал разные пиксели и все. Хорошо. Ну и опять же, скажем так, тут еще очень важно упомянуть, что пиксель лучше ставить обрезанный. То есть, опять же, на эту тему есть статья на CPA RIP, как правильно поставить укороченную версию скрипта пикселя от Facebook, для того, чтобы меньше Facebook собирал данных. То есть мы сейчас делаем именно так. Либо вообще не ставим и оптимизируем только по кликам, либо ставим укороченный. Но учитывая, что у нас большинство, скажем так, отлива происходит именно на приложение, то тут, соответственно, никакой пиксели не используется. Так, хорошо. Как, на твой взгляд, сейчас обстоят дела с дейтингом и вебками, и вы их льете через прилы? Какие-то дейтинги льем через прилу, но в основном это идет отлив через клаку. То есть дело в том, что для дейтинга очень мало на самом деле прил или нет офферов с прилами. А своей разработки по приложениям у нас нет, а в аренду мы никогда, скажем так, и не брали, и не хотим брать. Поэтому если у оффера, допустим, прилы есть, то мы используем прилы. Если нет, то тогда льем напрямую через клаку. И по вебкаму ситуация, в принципе, такая же. Так, следующий вопрос у нас. Как поднять опрув и скорость опрува льется с Фейсбука? Как поднять опрув и скорость опрува? Но тут вообще никак... Мы этим не заморачиваемся. То есть если, допустим, какая-то компания висит там дольше, чем определенное время, то мы ее просто стопаем и удаляем. То есть, ну, скажем так, на этом никто не заморачивается, по крайней мере, из моих ребят. То есть если что-то не проходит, все это быстро отключается, удаляется и так далее. То есть тут максимально, скажем так, важна скорость. То есть прям вот чтобы мы замрачились тем, что там опрувнуло побыстрее. То есть если обычно используем креативы, которые уже проходили модерацию, то оно все быстрее проходит. То есть Фейсбук все запоминает, все помнит. И когда ты запускаешься, у тебя уже скорость запуска быстрее. Единственное, что не рекомендую редактировать кампанию и заново перезапускать. Лучше делать копию и делать перезапуск уже копии. Так, а следующий вопрос. Как перебороть себя на слив больших бюджетов? Да элементарно. Если аккаунт позволяет, если бизнес-менеджер верифицирован и можешь лить без лимитов, ну, скажи, тут дело не в больших бюджетах. Тут дело в том, что целесообразно ли отливать их. То есть если ты, условно говоря, масштабируешься до определенных размеров и у тебя показатели конверсии, показатели депозитов, лидов, в зависимости от того, что ты сливаешь, нормальные, то окей, пробуешь увеличить еще немного больше. Если увеличиваешь и все идет хуже, то все, лучше оставить на этом уровне. То есть тут уже другой вопрос. Надо просто думать, как масштабировать еще больше, чтобы слить. А это был наш вопрос от подписчика. Тут дело в том, что какого-то прям вот такой пилюли нет универсальной. То есть бывает по-разному. То есть бывает такое, что, условно говоря, когда мы, допустим, доходим до определенного лимита по сливу, который мы себе можем позволить и хотим масштабироваться еще больше, то бывает даже ситуация хуже. То есть, условно говоря, дошли, к примеру, до отметки 10 тысяч баксов, начинаем увеличивать до 12, и все. То есть показатели становятся хуже. То есть мы опускаем на тот же уровень и просто следим за ситуацией. То есть как-то так вот. Ну, мне кажется, что десятка – это и так, в принципе, нормально. Спасибо. Леш, я останавливаю, если ты не против, наш розыгрыш, чтобы ты смог выгрузить данные. И у нас последний вопрос. Все, ок. Да, давай. Отлично. А больше мы контактов не принимаем. И последний вопрос. Расширяете ли вы рекламные кампании из Фейсбука на тизерке и другие соцсети для догонки покупателя? Можно еще раз? Расширяете ли вы рекламные кампании из Фейсбука на тизерке и другие соцсети для догонки покупателя? Ну, мы тизерку используем вообще просто отдельно. То есть мы так не расширяем. То есть у нас тизерка идет… К примеру, мы используем западные тизерки для теста некоторых, допустим, товаров или для теста некоторых офферов, для того, чтобы, допустим, не особо светиться в Фейсбуке с этими офферами и в тот же момент увидеть, есть ли какой-то отклик или нет. То есть, ну вот как-то так. Потому что, в принципе, некоторые тизерки дают довольно, скажем такой, ну, приличный результат. Вот. Но мы не смешиваем. То есть такого нет. Хорошо. Ну что ж, последнее подготовка у нас идет к розыгрышу. А я пока напомню, что сейчас в Traffic Light проходит командный марафон. До 30 апреля у нас проходит конкурс «Марш и бросок». И это будет… Это не будет, это есть конкурс, который направлен на тестирование бурж-офферов. И 30 апреля мы уже определим победителя, который выиграет 90 тысяч рублей. Я не знаю, может быть, стоит подключаться к этому этапу, может быть, стоит ждать следующего этапа, который у нас будет 1 мая. Но в любом случае, когда бы вы не подключились, самое главное, что вы получите возможность выиграть в конце года полмиллиона рублей. Поэтому на любом этапе марафона есть смысл подключаться. Леш, у нас готов розыгрыш. Да, я думаю, что имеет смысл уже даже сейчас, хоть осталась всего неделя. Леша виднее, честно. Всегда. Алексей всегда виднее, чем мне, поэтому слушаем его. Ну, нет, объективно, если вы подключились сейчас и проявите уже какую-то активность в рамках конкурса, уже будут шансы на выигрыш, вы ничего не теряете. И перед тем, как нам начать розыгрыш, вопрос еще из комментариев я задам. Роко два раза спросил. Будет ему обидно, если мы так и не спросим. То есть ремаркетинг вы не используете, да? Нет. Понятно. Ну, ремаркетинг, скажем так, по своим офферам, перед тем, как, допустим, заходить в какую-то нишу или в какой-то оффер, мы тестируем ретеншн, тот же ремаркетинг, на стороне именно продукта. Если там он нормальный, то тогда все окей, то есть мы не переживаем. Если там абсолютная каша, то мы даем свою оценку, и если, допустим, в каком-то очень быстром времени ребята налаживают, скажем так, с этим дела, и у них все нормально, и мы видим, что они там поработали и с той же формой регистрации, и с тем же ремаркетинг, и с теми же рассылками, то тогда все окей, то есть мы берем на тест. То есть вот сами мы особо не используем. Хорошо, спасибо. Ну что, я тогда думаю, можно провести розыгрыш. Давай. Мы установили уже минут 5 назад. Я включаю демонстрацию экрана. И здесь мы видим генератор чисел. Как бы мне включить вкладку. Да, всего у нас 26 заявок. Вы их видите здесь. В генераторе. В генераторе вводим границы и генерируем номер 26. Последний вакон зашел. Да, успел, залетел. Соответственно, этому контакту Аминша мы напишем после того, как насляция закончится, с чем его и поздравляем. Ура. Да. Ну что ж, отлично. Ребят, мне кажется, стрим у нас прошел достаточно интересно. Спасибо большое, Олег, тебе, что ты смог уделить нам время, что ты смог поделиться своим опытом. Тем более, я считаю, что это прям уникальный опыт работы с ТикТоком. Будем рады видеть тебя с нашими другими проектами. Спасибо тебе большое. И вам. Ребят, может быть, вам есть что сказать нашим зрителям сегодня? Так, что сказать? Не вешайте нос, все будет отлично. Сидите дома, мойте руки и не забывайте тестировать. Самое главное сейчас это найти что-то интересное на рынке, то, что вам будет интересно лить и лить в плюс. Вот. Спасибо, Алексей. Да, я тоже бы хотел добавить. Ребят, если не знаете, на что залить, обращайтесь в поддержку. У нас сейчас много приватов, вкусных, интересных на Азию, на Европу, даже есть на Россию, насколько я понял.